Это реклама препарата Кагоцелл, без преувеличений и двойных смыслов, ведь он уже с первых суток приема начинает снижать выраженность симптомов гриппа и ОРВИ, независимо от типа вируса, и помогает сокращать длительность заболевания. Поэтому Кагоцелл – высшая противовирусная мера, а это упаковки Кагоцелл, вы легко можете найти их в аптеке. Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал, рада вас приветствовать в своем новом видео, и сегодня мы будем с вами наводить порядок у меня в гардеробной. Мне нужно убрать машины вещи, из которых она уже выросла, здесь в основном пеленки, есть кое-какая одежда, для хранения я использовала такие контейнеры пластиковые, приобретала я их в магазине FixPrice, они, конечно, такие жиденькие, ненадежные, и крышки продаются отдельно, но вот в том FixPrice, в котором я покупала, крышек не было в наличии, поэтому у меня вот этот контейнер пока даже еще без крышки нужно приобрести, но за неимением какой-то такой быстрой альтернативы, раньше рядом была Икея, можно было доехать, купить, а то сейчас вот рядом есть только FixPrice. Если вы, кстати, знаете хорошие контейнеры, пожалуйста, поделитесь, буду вам благодарна. Вот в таких контейнерах храню сейчас одежду, из которой машулька выросла, пока еще ничего не отдаю, не продаю, просто храню пока. Ну вот как раз вещи я ее перебрала, сложила в гардеробе, сейчас нужно просто это убрать. Также убираю рисунки кое-какие, поделки, аппликации, у нас есть памятная папка формата А3, и вот, ну допустим, когда проходит какое-то время, там девочки делали мне открытки на день рождения, там на Новый год, на 8 марта, еще на какие-то праздники, спустя какое-то время я вот все это убираю в такую папку, в коробку, и все это у нас хранится, такие теплые воспоминания. Ну и сегодня хочу еще перебрать свой гардероб, достать все вешалки, протереть шкаф изнутри, разобрать одежду, то, что уже не нравится, не ношу, отдать, ну и вернуть все на свои места, и также навести порядок в выдвижных ящиках. Субтитры сделал DimaTorzok Мне лично самой нравится красивое, аккуратное хранение одежды в шкафу, ну не всегда, признаюсь честно, получается это поддерживать, очень мне не нравится, когда, знаете, много вещей висит на штанге, то есть такое ощущение, что в шкафу нет воздуха, вот, например, у меня, у Леши, очень много одежды висит на штанге, мне все-таки вот самой нравится, когда есть какое-то расстояние между вешалками, желательно, чтобы оно было одинаково, нравится, когда вешалки одинаковые, когда все это выглядит, ну действительно, красиво, симпатично, когда очень много всего, если честно, у меня ассоциация с распродажами в магазинах, знаете, когда там просто даже на рейле не убирается одежда. Мам, мне интернет закончился, Миша, можешь оплатить телефон, пожалуйста? Да, сейчас, минутку, сейчас кофе сварю и оплачу, ладно? Как раз домашний интернет еще нужно оплатить, все вместе сейчас оплачу. А что, если бы все пополнения можно было проводить автоматически? Как маме мне важно, чтобы все члены моей семьи всегда были на связи. Здорово, что готовое решение нашлось у Билайна. С услугой общий баланс можно забыть про оплату разных номеров. Добавьте их в общий баланс, пополняйте только один номер, а все остальные будут оплачиваться автоматически. Попробуйте, это очень удобно, ведь больше не нужно помнить даты оплаты всех устройств. Вот такой полезный лайфхак для вас. Более подробно узнать об общем балансе от Билайна можно отсканировав в QR-код с экрана или по ссылке в описании к видео. Вещи я уже вернула в свой гардероб, и вот у меня есть костюм. Видите, как скатался материал, поэтому беру вот такую щеточку 12 Stories. Она, кстати, недорогая, рублей 500-600, кажется, стоит. Я ее приобретала в самом магазине. Она замечательно ухаживает за кашемировыми вещами. Вообще, конечно, качество ткани не влияет на то, есть катышки или нет. Это просто свойство такой ткани, и за такими вещами нужно ухаживать. И, естественно, они не предназначены для такой ежедневной носки. Им нужно время, чтобы отдыхать. Кстати, когда я приобретала вот этот костюм, вообще, в принципе, кашемировые вещи, то мне вот Веллсторис дал аннотацию, как за ним ухаживать, как их правильно носить, хранить. Вот, поэтому следую их рекомендациям. И, как вам и сказала, навожу порядок в выдвижных ящиках. Вот, например, здесь у меня хранятся свитера. Аккуратно их складываю. Ящик тоже протерла. Чуть ниже хранится такая домашняя одежда, какие-то футболки. Также хранятся у меня водолазки. В самом нижнем ящике у меня хранится домашняя одежда. Шорты, какие-то леггинсы. Ну, такая малая часть, потому что мне нравится, когда моя домашняя одежда. Все какие-то шелковые пижамы, халатики. Это висит на штанге. У меня это все хранится напротив. Я вам уже показывала неоднократно. И вся одежда висит на вешалках. Субтитры сделал DimaTorzok. Также потихоньку разбираю остальную часть гардеробной. Уж не буду я вам показывать, потому что процесс одинаковый. Достать, развесить, протереть. Так вот разбираю и секцию. Может, у меня тут хотя бы нужно просто развесить все по-нормальному, чтобы не было такого хаоса. В уборке мне сегодня будет помогать робот-пылесос Lidsto. Робот пропылесосит и вымоет полы. Вы знаете, что я тестировала многие пылесосы. И сейчас хочу рассказать вам о ключевых особенностях, которые выделяет эту модель среди других. Пылесос тщательно убирает и моет пол в слепых зонах. Например, вдоль плинтуса или вокруг ножек стула или тумбы. Обратите внимание, как вытягивается роботизированная рука. У пылесоса очень высокая мощность всасывания. Благодаря этому уборка происходит максимально тщательно, всасывается самый мельчайший мусор. Во время уборки пылесос возвращается на базу каждые 6-10 минут, чтобы промыть тряпочки для мытья пола. Поэтому уборка выполняется чистыми тряпочками. Весь процесс уборки и очистки пылесоса автоматизирован и не требует нашего вмешательства. А для того, чтобы бактерии не распространялись в пылесосе, проходит стерилизация резервуара для воды ионами серебра и стерилизация мешка для пыли озона. Очистка тряпок для пола производится горячей водой 50 градусов, а также по окончанию уборки тряпочки сушатся воздухом 60 градусов. Пылесос может работать без подзарядки 4 часа, а еще автоматически распознает ковры, автоматически поднимает швабры и автоматически увеличивает мощность всасывания. Ссылку на пылесос с самыми высокими характеристиками и низкой ценой среди конкурентов я оставила для вас в описании к видео. Упросите свою уборку с роботом-пылесосом от Литвии. Девочки, сегодня я хотела бы очень ответить на вопрос, на комментарий. Меня попросили порассуждать и поделиться моими взглядами на воспитание детей. Много там было пальчиков вверх, поэтому решила все-таки я с вами поделиться, тем более, что многие из вас пишут, что любят слушать мои рассуждения, слушать мои мысли. Но сразу хочу сказать, что я не являюсь какой-то истиной в последней инстанции. Я, естественно, не психолог. Я с вами просто поделюсь, как это в нашей семье. У вас это может быть совершенно иначе, допустим, то, что у нас для вас может не работать, и также наоборот. Поэтому я делюсь исключительно личным опытом. Ну, во-первых, я считаю, что самое главное, чтобы родители, мама и папа смотрели в одну сторону. У вас были общие ценности, общие взгляды, общий какой-то ориентир и вектор. При всем при этом, возможно, какие-то реакции на ситуацию у вас могут отличаться, потому что все-таки мама – это женщина, папа – это мужчина. Ну и, соответственно, на разные вещи мы можем реагировать по-разному. Плюс, скорее всего, у вас с мужем разный характер. Но фундамент у вас общий, да, у вас единые взгляды, ценности. И не получается, что ребенок, знаете, он как рвется мама по одному, делает, реагирует папа все совершенно по-другому, и ребенок не понимает, как же ему здесь приспособиться. Ну и имея уже сейчас троих детей, конечно же, могу сказать, воспитание важно, но так или иначе, все-таки ребенок сам по себе личность. Он рождается уже со своим характером, поэтому как-то кардинально изменить мы его не можем. Я наблюдаю это по своим детям, да, они из одной семьи, у них одни родители, мы их воспитываем одинаково, среда у них одинаковая. Но при всем при этом, например, Лиза и София, ну Маша еще маленькая, мне тяжело судить, они диаметрально противоположные, им нравятся разные вещи, они по-разному реагируют на разные ситуации просто в силу характера, просто в силу того, какая личность у Лизы и какая личность у Софии. Поэтому воспитание, конечно, важно, но все-таки, вот я считаю, фундаментально важно отталкиваться именно от самого ребенка. Следующее, в чем я просто уверена на миллион процентов, и то, чему мы придерживаемся в нашей семье, воспитывать нужно своим примером. Вот и больше никак. Можно сколько угодно говорить ребенку, что хорошо, что плохо, как нужно себя вести, как не нужно, как нужно реагировать, как нужно общаться. Но если мы транслируем абсолютную противоположность, мне кажется, просто невозможно, чтобы ребенок вел себя так, как мы просим, и рассказываем ему об этом на словах, если он видит, что мама, папа ведут себя абсолютно иначе. Поэтому, конечно, рождение детей, я думаю, может быть, многие из вас это замечали, заставляет именно взглянуть на себя со стороны. Возможно, кстати, многие из вас замечают, что то, что не нравилось, допустим, в поведении наших родителей, да, и мы думали, ну почему же они так себя ведут, ну почему же там они что-то делают, мы это можем улавливать, когда сами начинаем воспитывать своих детей, да. Вот эти паттерны поведения, которые отложились где-то там просто в бессознательном уже у нас, они автоматически реализуются и в воспитании наших детей. И если не работать над собой, если не корректировать свое поведение, а это можно делать только таким волевым усилием, да, отслеживать, не давать вот эту вот такую первичную самую легкую реакцию, да, которая сидит на подкорке, да, и на автомате вылетает, то есть за собой следить. Мы с Лешей действительно разделяем такой подход и такой взгляд, что нужно в первую очередь смотреть на себя, работать над собой, и только тогда, возможно, можно увидеть какие-то перемены, изменения и в поведении детей. А следующее, какого принципа мы придерживаемся, нужно быть последовательным воспитанием. Что я имею в виду? Ну, допустим, если я ребенку говорю, что если ты там не уперешь игрушки, ну, я не знаю, образно, да, то я сделаю то-то, то-то, то-то. То есть если вы ребенку ставите такой ультиматум и такие условия, ну, будьте готовы их выполнять, то есть до конца, иначе после того, как раз, два, три вы не сдерживаете свое слово, ну, как бы грош цена, ребенок тут же это смекнет. Я думаю, вы также замечали, что дети отличные психологи, и с разными взрослыми в разных ситуациях они ведут себя по-разному. они очень быстро прощупывают наши с вами границы и понимают, с кем и как себя можно вести. Вот, поэтому с детьми нужно быть последовательными. И я, вот знаете, когда даже у ребенка что-то прошу, ну, там, или говорю ему, что, допустим, мне нужно, чтобы они собрали игрушки, ну, я вот на таком примере просто рассматриваю, там, или заправили кровать, допустим, можно подойти и сказать, бери игрушки, а можно поставить ребенка в ответственное положение. Я считаю это тоже более правильным, то есть, допустим, спросить, когда ты уберешь игрушки, или когда ты заправишь кровать. И тут ребенок уже вправе обозначить вам тот временной интервал, временной промежуток, когда он это сделает. То есть вы не просто его, как бы, заставляете, а он берет ответственность. И когда мы задаем таким образом вопрос, я считаю, что когда, то есть скажи мне, да, когда ты это сделаешь, мы не даем ему возможности ответить как-то иначе. То есть подразумевается очень четкий ответ, когда же он это сделает. Ну, в общем-то, мы имеем право уже за это спрашивать. Естественно, наверное, будет вопрос Кате, или у меня, знаете, многие пишут, Кате, не представляем, что вы там кричали на детей, чтобы вы вообще, в принципе, кричали. Мне кажется, дети, они настолько нас испытывают, испытывают наше терпение, что я не знаю, есть ли родитель, который всегда может быть абсолютно спокоен и безэмоционален. Я думаю, такого не бывает. Естественно, я могу, когда меня не слышат. У меня не бывает такого, чтобы, допустим, я вот просто вот с полпинка как-то завелась, вроде бы ничего не произошло, и я тут начала кричать. Ну, такого у меня не бывает. Я могу говорить один, два, три раза. Если меня не слышат, и тем более, если там стоит еще шум гаммы, никто не обращает внимания, но тут, естественно, я повышаю голос. Вот. Хотя считаю, хотя считаю сама вот в глубине души, что когда мы начинаем кричать на своих детей, возможно, это проявление какой-то нашей слабости. То есть мы даем волю эмоциям, потому что мы не можем с ними совладать. Вот. Возможно, это неправильно. То есть мне не нравится кричать. Я всегда, когда дети успокаиваются, задаю вопрос, ну почему, ну почему вы не хотите общаться по-спокойному, почему мне нужно повысить голос, чтобы вы обратили внимание. Я всегда задаю этот вопрос, потому что мне лично самой это не нравится. Потому что я люблю общаться спокойно. И вот следующее, что мы практикуем воспитание детей, я вот, допустим, благодарна за это, за это Лёша, он очень часто, ну то есть какие-то проблемы, какие-то вопросы мы всё проговариваем. То есть мы не кричим, мы не эмоционируем, мы садимся и спокойно разговариваем. Потому что очень хочется, чтобы с детьми, когда, допустим, у них будет переходный возраст, сохранились такие вот дружественные отношения, чтобы они понимали, что мама с папой не враги, что к маме с папой можно прийти абсолютно в любой ситуации. Мама с папой вас любят просто априори, всегда, чтобы вот нам не хотелось, чтобы они что-то скрывали, боялись к нам подойти, боялись нашей реакции. Хочется всё-таки вот такие самоотношения сохранить, поэтому мы с ними общаемся и очень многие вещи объясняем, проговариваем не по разу. Над чем-то работаем, то есть над какими-то установками в голове их, которые нам совершенно непонятны. То есть, допустим, мы с Лёшей не ругаем, но у нас пока учится только Лиза в школе, мы не ругаем за оценки. Потому что я всегда Лизе говорю, гораздо важнее и не столько для родителей, насколько это должно быть важно для тебя, важны знания, не оценки. Всё-таки оценка – это такая субъективная вещь, особенно по каким-то гуманитарным предметам. Ну, естественно, она важна, но важны ещё твои знания и твои старания. То есть для нас гораздо ценнее, если мы видим твоё стремление, если мы видим твоё желание, если мы видим, как ты погружена, что ты работаешь над чем-то. То есть нам могут не даваться одинаково, легко разные предметы, но если мы видим твоё стремление, то есть для нас, пускай даже там четвёрка, я не знаю, тройка, она будет очень ценной, потому что мы видели твоё желание. Поэтому мы всегда, Лизе, проговариваем, что не бойся плохих оценок, если ты работала. Вот если ты прогоняла балду, решила схитрить как-то и получила плохую оценку, да, ну как бы это вот на твоей совести ты должна отдавать себе отчёт, что ты это получила заслуженно, ну за то, что ты бездельничала, ничего не делала, я не знаю, проболтала на уроке, ещё что-то, общаемся, чтобы у неё даже не было мыслей и скрывать оценки. И всегда и говорим, если у тебя есть какие-то сложности, ну в плане учёбы, что-то не даётся, ты должна всегда подходить, ничего страшного попросить о помощи. Если мы там с папой не можем справиться, то мы там обратимся к репетитору, чтобы тебе объяснили. Вот хочется во всём, в принципе, выстраивать такие доверительные отношения. И вот Лёша на самом деле очень много и бывает долго, и разговаривает с детьми, объясняет что-то. То есть вот нам комфортно общаться вот в такой атмосфере, в такой обстановке, то есть всё проговаривать, чтобы у ребёнка не было недопонимания, чтобы ребёнок действительно понимал нашу мотивацию. Допустим, Лиза, по-моему, в первый раз получила тройку, вот, ну и решила как-то промолчать. Её спросили, какие у тебя оценки. Она рассказала всё, кроме тройки. Ну, естественно, есть электронный дневник, мы видим, спрашиваем, почему же ты не сказала про вот эту там тройку. Вот, я испугалась. Говорю, а чего ты испугалась? Тебя никогда не ругали за оценки, тебя никогда не требовали, вот, идеально, чтобы были одни пятёрки. То есть, почему ты испугалась? Ну, вот, видимо, на первый раз получила, был в ней какой-то страх, и нам было важно донести, чтобы ребёнок не боялся говорить, потому что мы не ругаем за оценки. Но если она будет направлена, да, вот это вот скрывать или обманывать, то за обман и скрытие мы будем, естественно, ругать её, потому что неправильно. Детям мы говорим, что даже если они где-то неправы, что-то сделали неправильно, я не знаю, там, разбили что-то, я не знаю, испортили, ну, мало ли что, да, очень важно, когда идти к маме и сказать честно, там, мама, я там уронила что-то, не бояться, потому что, если ты подойдёшь и скажешь честно, тебя никто за это не отругает, да, ну, всякое бывает, но если ты будешь скрытничать, если ты попытаешься как-то утаить, то тебя будут ругать не за то, что ты там что-то разбила или, ну, что-то такое, да, а за то, что ты пыталась скрыть и обмануть. И вот многие спрашивали про воспитание, да, про какие-то границы в плане, когда появилась Маша, когда появился третий ребёнок, спрашивали, как девочки вообще отнеслись, как они относятся. У нас не было, вот, к счастью, такой проблемы, что девочкам нужно было что-то там объяснять, выстраивать какие-то отношения, то есть вот, ну, какая-то была безусловная любовь, что ли. Они с огромнейшим удовольствием всегда бегут к ней, когда приходят из школы, занятия, вот они сразу бегут к Машеньке, они с ней с огромнейшим удовольствием играют. Возможно, я не знаю, есть тут наша заслуга в этом или нет, но, возможно, то, что мы их, знаете, никак не отрезали, не ограничивали их контакт с Машей, что вот маленькая, нельзя не подходить, не трогайте, не дышите ничего, тут тишина должна быть, нет. То есть мы для себя с Лёшей решили так, ну, когда, допустим, родилась только София, что там, когда родилась Маша, то, что Машенька интегрируется в нашу семью, что у нас есть Лиза и София уже, и то, что мы решили завести третьего ребёнка, это никак не должно сказываться на их привычном укладе жизни. То есть мы не будем что-то запрещать, потому что там появилась Маша. То есть мы где-то будем, естественно, объяснять там, но что не должно быть разбросана какая-то мелочёвка. То есть, допустим, у них есть свои комнаты. Пожалуйста, это ваше личное пространство. Мы вам слова не скажем, если вы там играете, у вас мелочи разбросаны. Но вот, пожалуйста, допустим, Маша играет в зале, вот там мелочёвки, пожалуйста, не надо. То есть это небезопасно для неё, и мы просто проговариваем, почему. То есть мы никогда не ограничивали, что к ней нельзя подходить. Поэтому они всегда были вовлечены. Нельзя погреметь погремушкой, покачать её в шезлонге, спеть ей песенку, погладить. Ну, то есть вот так. Возможно, это правильно, возможно, вот это сыграло свою какую-то роль. И то есть даже там, допустим, когда я укладываю Машу спать, если уж совсем тяжело, там я могу попросить, Маша засыпает, и если она на них отвлекается, там, пожалуйста, как бы мне нужно её уложить. Если всё нормально, то я никогда не прошу там детей выйти, оставить нас от них, ещё что-то. Мы можем с ними даже общаться, и Маша под наш разговоры спокойно засыпает. Если вы меня будете спрашивать, читала ли я какие-то книги психологов, то я читала единственную книгу, посвящённую детям, это «Почему французские дети не плюются едой». И читала я её очень давно, мне кажется, в Софии. И честно, я уже особо не помню даже, что там написано. В плане детей у меня какая-то такая вот своя внутренняя философия. Я считаю, что не случайно ваш ребёнок пришёл именно в вашу семью. Я не говорю о каких-то крайностях, о неблагополучных семьях и так далее. Вот не случайно вы его мама, и у него такая мама, у него такой папа. Значит, вот это ваша судьба, это ваша жизнь, вот вы так сложились, как пазл. И какие бы там притёртости не были, какие бы проблемы не были, вот вы в этой связке должны их пройти вместе, как-то сонастроиться и, в общем-то, справиться с этим. И всё-таки нужно тут, я думаю, руководствоваться тем, что говорит именно ваше сердце, потому что все детки разные, и то, что работает с одним ребёнком, может совершенно не работать с другим ребёнком. И вот лучше, мне кажется, чем мамины сердце, не может подсказать ничто. Это такой внутренний камертон, который, наверное, на протяжении всей вашей жизни будет вас сопровождать и подсказывать, как в той или иной ситуации лучше поговорить, поступить с ребёнком. Я тут, конечно, не могу раздавать каких-то советов, потому что у меня у самой дети маленькие, мы ещё даже с ними не вошли в какой-то переходный возраст, я думаю, такое испытание для семьи. Я даже предположить не могу, что, допустим, они мне скажут, когда вырастут, да, может быть, у них тоже будут к нам какие-то претензии, что-то будет неправильно. Но я думаю, когда всё делается, вот, понимаете, с любовью от души, это, наверное, самое правильное. Наверное, вот эта вот любовь, теплота, вот она запомнится и останется. С вами получился, мне кажется, очень даже душевный разговор. Обязательно оставляйте ваши комментарии, поддерживайте меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал, и я буду вам очень благодарна, потому что вот многие пишут, что нравятся мои рассуждения, нравятся мои мысли. Напишите в комментариях. Я, наверное, не буду вот уже так садиться перед камерой и вести с вами диалог невозможно, просто когда озвучиваю видео, я отвечу на вопросы, порассуждаю на какую-то тему. Поэтому, если вам что-то интересно, какие-то вопросы такие, вы оставляйте комментарии, я выпишу себе, посмотрю, какие самые популярные, и буду потихоньку развивать ту или иную тему в своих роликах. Вот так. И сегодня, девчата, 23 февраля, поэтому хочу поздравить души наших защитников. Мне кажется, в сегодняшние дни на этот праздник смотришь немного по-другому. И ценность вот этого слова, День защитника Отечества, оно считывается иначе. Очень актуальна повестке. И низкий поклон, огромная благодарность нашим защитникам, которые позволяют нам продолжать жить, продолжать мечтать, любить, творить. Огромнейшее им за это спасибо.